Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Суммарная задолженность по зарплате в России за январь увеличилась на 457 миллионов рублей, или на 22,8%, и составила 2,5 миллиарда рублей. Такую информацию приводит Росстат. Отмечается, что задолженность из-за отсутствия у организации собственных средств на 1 февраля составила 2,47 миллиарда рублей. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 37 миллионов рублей. В добывающих, обрабатывающих производствах, рыболовстве и рыбоводстве, на транспорте, в организациях научных исследований и разработок 100% просроченной задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организации собственных средств. Странно, что прокуратуре до этого дела нет. Центробанку выразили недоверие. Вот это поворот! Дело в том, что глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин направил первому зампредуправительства Игорю Шувалову обращение, в котором попросил ограничить полномочия Центробанка на время кризиса. Дескать, операции по кредитам остановились, много должников и так далее. В общем, все плохо, и надо бы Центробанку придержать коней. Но! Если почитать дальше, то выяснится интересное. Банкиры просят до конца года не наказывать кредитные организации за любые нарушения, а за совершение сомнительных операций на срок до 1 января 2017 года. А еще регулятор не должен в течение ближайшего года ограничивать ставки по потребительским кредитам. Воистину, если ты нашел честного банкира, то это точно не банкир. Хорватия и Россия могут провести перекрестный год туризма. В рамках этого мероприятия возможно смягчение визового режима Хорватии для российских туристов. Сейчас получить хорватскую визу проще, чем в любую другую страну Европы. Для этого туристу нужно всего три дня. А в случае экстренной необходимости он получит визу вообще за 15 минут. Между прочим, в течение последних двух лет с момента введения виз Хорватия наблюдала планомерное падение российского турпотока. Грех не воспользоваться шансом и все поправить. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1807 пунктов. Лидеры роста акции Мичелла, Распадской, Яндекса и Аптечной сети 36,6. Среди лидеров падения бумаги Дикси, Айфка, Система, Россетей и группы Пик. Внешний фон умеренно позитивный. Курс доллара на 18 февраля 62,83 рубля. Курс евро 71,32 рубля. Золото стоит 2468 рублей за грамм. Серебро стоит 34,89 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 62,27 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.